МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более двух тысяч мячей в день смогут по достоинству оценить услуги для всех возрастных категорий, в том числе и для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. Здесь есть все для организации активного досуга. К услугам посетителей 25-метровый бассейн, тренажерные игровой спортивные залы, а также залы аэробики и групповых занятий, где ко всему стандартному инвентарю для различных видов занятий добавляются еще и уникальные для Омска сайклы. Сайклы – это имитация езды на велосипеде по гористой местности. То есть что мы здесь можем тренировать и развивать? То есть, во-первых, это идет укрепление и развитие мышц икроножных, поясницы, спины. Очень большое отличие именно от простых тренажеров велосипедов, как здесь, потому что вы можете именно контролировать и чувствовать это ощущение, что вы едете именно как по гористой местности. В этот день комплекс впервые распахнул свои двери для всех желающих. Церемонию открытия ФОКО, проходившую в игровом зале, посетили почетные гости и известные омские спортсмены. Очень приятно видеть на нашем сооружении, на нашем сфере. Я хочу еще раз сказать большое спасибо. Паме «Газбром» поддерживают нас во всем, что нравится спортом. И если говорить о цифрах, то цифры выглядят примерно так. На последние годы на сооружение, на спорту, накладывание в Калининском, в Калининской области, порядка трех лет, которые были большую половину из этих денег, из этих денег на плане «Газбром». Спасибо им огромное. И в первый «Газбром» в 12-м году прекрасно, структурно, здоровье. Тогда же новый спортивный объект принял и первые соревнования. На площадке игрового зала команды юношей и девушек вступили в борьбу за награды чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет Омской области и право представлять наш регион в финале Сибирского федерального округа. Символическое вбрасывание мяча в финальном матче провел известный омский боец ММА, экс-чемпион Беллатор в среднем весе Александр Шлеменко. В другом конце фока 25-метровый бассейн с современной системой водоподготовки комбинированного типа встречал участников паралимпийского заплыва. Оборудованный всем необходимым для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, бассейн будет принимать не только соревнования различных уровней, но и станет тренировочной площадкой для омских паралимпийцев. Безусловно, появление этого комплекса поможет нам в развитии не только плавания, может быть, каких-то игровых видов спорта для людей с ограниченными возможностями. Во-первых, потому что здесь очень удобные подъезды, во-вторых, здесь все приспособлено для людей этой категории, чего нельзя сказать о многих наших спортивных сооружениях, которые сегодня эксплуатируются с 70-х годов. Мы, конечно, давно занимаемся развитием и плавания, и других видов спорта, но вот с получением сегодня этого комплекса, с введением его в строй, мы надеемся на то, что увеличится и количество занимающихся, и увеличится и качество результатов этих людей, которые здесь будут заниматься. Кроме того, в день открытия у всех была уникальная возможность бесплатно ознакомиться со всеми видами услуг и выбрать подходящую для себя программу оздоровления. К слову, на открытии двух физкультурно-оздоровительных комплексов правительство Омской области и компания «Газпром» не планируют останавливаться, а собираются и дальше расширять спортивную инфраструктуру. У нас ведется работа и будет продолжаться вести с работой по строительству таких вот комплексов и площадок спортивных. Правительство активно ведет переговоры с «Газпромом». Я думаю, что на следующий год у нас еще появятся не только в городе, но еще и в области аналогичные комплексы. Я думаю, что жители нашего города будут просто счастливы и вести здоровый образ жизни. Оба физкультурно-оздоровительных комплекса на Левобережье готовы принимать посетителей ежедневно с 8.30 до 22 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова